Друзья, всем привет! Сегодня мы едем в станицу Благовещенскую Анапского района. От города Темрюка нам ехать порядка 50 километров, и навигатор нам обещает, что за 50 минут примерно мы доедем до Анапского района. От Анапы, города-курорта Благовещенская находится в 35 километров, и мои зрители неоднократно говорили, съездите в Благовещенскую, посмотрите на нее, потому что станица достаточно известная, многие туда приезжают, потому что в ней отдых такой размеренный, спокойный, в отличие от Анапы. Я думаю, что Благовещенская будет очень похожа на Веселовку. Ну вот сегодня будем смотреть, сравнивать и делиться своими первыми впечатлениями. На Благовещенскую мы едем через поселок Стрелка, это Темрюкский район. Вообще Стрелка всегда была известна тем, что здесь выращивали арбузы, и здесь же проходил раньше фестиваль Арбузный рай, может быть даже кто-то слышал. Многие приезжали в фермеры и показывали свое мастерство, какие арбузы огроменные они вырастили. Тут особо ничего такого не происходит, не так давно этот фестиваль перенесли и проводят в станице Тамани вместе с виноградным фестивалем, виноградный рай или что-то такое. Но в Стрелке продолжают выращивать фрукты всякие, овощи, и вдоль дороги очень много обычно ярмарок, куда можно заехать и купить всякое-всякое вкусное. Вот здесь уже начинаются рыночки. Вот этот вот как раз справа будет придорожная ярмарка. Она спрятана в деревьях. Видите ряды? Вот они все эти теплицы, капусты сколько растет. Вот здесь вот и все выращивают. Посмотрите, здесь у нас делают объездную дорогу. Это как раз скоро будет Крымская трасса. И пробок станет точно меньше, во всяком случае, от тех людей, которые едут в Крым из Крыма. Планируется вообще трасса с Краснодара до Крымского моста. И сейчас активно ее делают. По обе стороны виноградники растут. Вот что значит виноградный край. Везде вывески, что свободны номера. Уже даже появлялись магазинчики, где продают круги. Но здесь еще далеко до моря. Неужели люди здесь тоже останавливаются? Ну, видимо, останавливаются. Если на машине, то на машине можно доехать. А так, конечно, пешком ты не находишься. Как я поняла, Благовещенская, она как бы из двух частей состоит. Одна наверху, а другая внизу, ближе к морю. Ну, такая станица, конечно, большая. Натуральный камыс продавали. Вот такие вот улочки. Благовещенской. Едем по Центральной. Сдается жилье. Ярмарки вокруг. Остановки. Люди ждут автобуса. Ну да, машин прямо очень много. Все едут, едут сюда. А в Анапе, потому что очень много людей отдыхают. А людям-то хочется отдыхать там, где будут пляжи-то свободные. Поэтому люди-то и едут. Где посвободнее. Да, я была права, что одна часть жилая, а другая курортная. Как в Веселовке. Вот то же самое. И там уже вот впереди начинаются отели, гостиницы. Очень похоже, очень похоже. Также вокруг Лиманы в Веселовке та же история. Та же Бугасская коса. И вот люди, видите, возвращаются сейчас с моря. Сейчас день, солнцепек, жара. О, какие-то ларьки пошли. О, да, вот и пляж. Ну да, базы отдыха разные. Ну да, здесь Благовещенское, конечно, более цивилизованное. Это видно. Да, это, конечно, вам не Веселовка. Веселовка очень маленькая, компактная. А станица Благовещенская прям протянулась на протяжении всего берега. И вот мы едем, 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 едем. Везде только отели. Причем, знаете, такие навороченные, такие крутые. Но я представляю, как здесь зимой, когда здесь никого нет. Все закрыто. Но сейчас здесь жизнь кипит. Просто куча кафешек еще всяких. Люди шныряют туда-сюда. Отдыхающих много. Посмотрим, за что любят станицу Благовещенскую. Мы доехали до базы отдыха Кубаночка. Идем в сторону комплекса какого-то кемпинга Жара. Оставили машину вот здесь недалеко. Но оставили в том месте, где нет асфальта. Поэтому здесь очень, очень пыльно. Вся машина уже в пыли. И в Благовещенской не везде асфальт. Знаете, самое смешное, что асфальт кусками. То есть, где база отдыха более-менее богатая, они себе сделали, исключительно себе асфальт, метров 20. А дальше, дальше песок. Вот мы, оказывается, даже будем купаться за Благовещенской. Это в сторону Бугасской косы. Сюда можно проехать, но, как я поняла, видимо, здесь платно. Поэтому многие ставят машину за этой территорией. Ну, а мы идем пешком сюда. Ну что, мы на Черном море. Благовещенская. Ну, а вы уже видите, море цветет. Оно зеленое. Очень странно, что в Веселовке такого не было вчера. Покажу вам, какой пляж здесь. Ну, это, конечно, не центральный вход. Но я думаю, что в Благовещенской везде, в принципе, все очень похоже. Видите, продают что-то, ходят по берегу. Люди также отдыхают на берегу. Мы приляжем чуть подальше, где меньше народу. Но все-таки здесь гораздо меньше людей, чем вчера в Веселовке. Слышала, что здесь водные экскурсии проводят. И каких-то затонувших кораблей и рифов. Видите, море прям зеленое-зеленое. Но сегодня штиль. Заход в море здесь такой же пологий. Поэтому очень удобно будет заходить. Вот такие вот навесики с шезлонгами. Да, сегодня солнце очень жгучее и не пощадит никого. Кстати, песок настолько горячий, что невозможно по нему ходить без обуви. Поэтому я сейчас иду в сандалях. Я сняла свои шелепки. Я не могу вода. Песок очень горячий. Остужаемся. Напишите в комментариях, хотели бы вы здесь покупаться. По-моему, очень классно. Здесь пляжи настолько широкие, что места хватит всем. Люди даже с палатками здесь останавливаются. Ну, чтобы головы не напечь свои на такой жаре. Кто-то зонтики берет. Ну, а здесь, конечно же, нету рядом соленого озера. Весело в кофейме выигрывает, что там можно еще и принимать грязевые процедуры. О, смотрите, люди сейчас поедут кататься на бананах. Ух, все, люди поплыли. Вот такие вот водоросли здесь в Благовещенской. То же самое, что в Анапе. Такого я увидеть здесь не ожидала, честно говоря. Прям очень много. И эти водоросли, не знаю, метров, наверное, 5 от берега. Представляете? Поэтому все идут дальше, вглубь, чтобы купаться. Конечно, если ты пройдешь дальше, то там будет нормально абсолютно. И мы сейчас-таки будем. Очень жарко, поэтому идем купаться. Меня не пугают эти водоросли вообще. Конечно, кто-то говорит, как так, как можно купаться в таких водорослях. Но для меня, честно, лучше купаться в этом, чем в медузах, которые тебя жалят. А-а-а, сколько водоросли здесь. Да, это ж надо. Теперь, какое у нас сегодня? Второе августа, а все цветет. Вот напишите в комментариях, вас пугает такое море или нет? Вот такая вот зеленушечка. Вот такое вот море черное. Медуз, кстати, нету. Это очень радует. Температура воды тоже очень приятная для купания. Просто сразу заходи и окунайся. Классно. Всем солнечный привет с Черного моря. Кальш какой. В такую жару только на море и находиться. Больше ты дома не просидишь. Конечно, кондиционеры спасают, но вы сами понимаете, что душу губка еще та. Чем дальше отходишь от берега, тем посмотрите, какой прозрачной становится водичка. Красота. Настоящая красота. Море чистое. Ни одной медузки нет. Просто лофа. Окунайся и плавай, наслаждайся погодой, летом, солнцем, песочком. Но песок здесь просто атас. Вот реально атас. Он настолько горячий, что можно даже обжечь ноги. А температура воды где-то, да, 26-25, наверное, градусов. Но это так вот, по моим ощущениям. Уже без термометров могу померить, сколько будет температура в море. Смотрите, вокруг просто никого нету практически. Вообще красота. Офигеть, дельфины. Представляете, было видно дельфина. Класс. Только сейчас это... А, дельфин! Красота какая! Ого! Все люди сразу вышли на берег, чтобы посмотреть на дельфинов. Да, нередко здесь дельфины, конечно. Это очень круто. Вот говорили, что в Благовещенской очень много дельфинов. И мы их увидели. Вы представляете, они прям очень близко к людям плывут. И все выходят на берег. Все такие начинают снимать телефоны, радуются, смеяться. Дети так вообще, конечно, наверное, от счастья пищат просто. Это здорово, что можно увидеть дельфина в живой природе. И это прямо невероятные такие впечатления, эмоции. Я помню, что года два назад в Веселовке, когда мы были, очень близко с нами, наверное, метрах трех проплыл дельфин. Писку было. Ой, это что-то! Ну что, мы покупали из Благовещенской и едем дальше. Мне здесь понравилось. Действительно, очень широкие пляжи. Много места. Людей тоже не так уж, в принципе, много, если отойти от центральных таких главных входов. Хорошее место для того, чтобы приехать, отдохнуть. И проблем с тем, чтобы найти жилье, переночевать точно не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот прошел сегодняшний наш день. Поездка в станицу Благовещенскую Анапского района. Не забудьте поделиться своими впечатлениями от видео в комментариях. Отдыхали ли вы в Благовещенке? И какое место следующее вы советуете нам посетить, показать вам? Будет интересно почитать комментарии. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова